Добрый день, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на канале «Ты теперь знаешь». 11 сентября – Великий праздник в православии, усекновение главы Иоанна Предтечи. Посвящен он трагическому событию в истории христианства, когда по приказу Ирода отрубили голову Иоанну Крестителю. Полное название данного праздника – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господни Иоанна. Иоанн Креститель, или Предтеча, является одним из самых почитаемых в христианстве святых. Крестителем его называют по той причине, что именно он совершил крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Собственно, отсюда и пошла христианская традиция крещения в воде. Не менее известен Иоанн и под именем Предтеча, так как являлся ближайшим пророком и предшественником Христа. В народной традиции и согласно поверьям Иоанн Креститель избавляет от болезней головы. Святому Иоанну молятся об избавлении от дурной или пагубной привычки. Кроме того, в молитвах и заговорах к Иоанну обращаются, чтобы исцелиться от лихорадки, кровотечения, золотухи, детского родимчика, для защиты от порчи и нечистой силы, для здоровья домашнего скота и избавления от гнева начальства. Также святого просит помочь в извлечении от зависимостей, главным образом от пьянства и запоев. В этот день также принято проводить поминовения по усопшим воинам. В народном календаре этот день назван Иван Постный. По названию становится понятно, что он напрямую относится к христианским православным традициям, в частности, почитать в этот день Иоанна Крестителя и в честь данного события соблюдать пост. Данный день называли еще репным праздником, так как было принято собирать урожай репы. Одинокому человеку, который мечтает о встрече со своей второй половинкой и семье, нужно пойти в этот день в церковь и отстоять всю службу. По поверьям, вскоре повстречается человек, с которым будет связана судьба. Рекомендуется в этот день помогать нищим, просящим подаяния и нуждающимся в вашей помощи. 11 сентября на Предтечу нельзя было ни в каком виде есть шаровидную пищу, так как она напоминала голову Ивана. Поэтому крестьяне даже щи не варили из капусты. По этой же причине запрещалось копать картофель и рвать яблоки. Старались в этот праздник не брать в руки ножи, косы, топоры и другое острое режущее оружие. Даже иголка была не исключение. Для измельчения еды использовали только руки и толкушки. Хлеб 11 сентября не резали, а ломали руками. Не пили и красные напитки, не ели такого же цвета продукты – перец, помидоры, арбузы, поскольку бытовала примета, что иначе в семье прольется кровь. Обязательно ходили в этот день в церковь. Те, кто страдал головными болями, вставали у иконы Ивана Предтечи и просили у него излечения. На Ивана Постного никто голову не мочил, иначе можно себе мигрень намыть. Считалось, что и от расчесывания лучше отказаться. В праздник Ивана Предтечи запрещено веселиться, так как Иван всегда вел тихий образ жизни, и в память о нем рекомендовалось тоже провести день в спокойствии и размышлениях. Работать на полях в этот день не рекомендовалось, а вот на территории двора не считалось грехом похозяйничать. Главное, в руки не брать косы и другого острого орудия труда. Тот же, кто осмеливался ослушаться запретов, мог лишиться руки или языка, а его семья сталкивалась с голодом, так как собранный урожай уничтожался пожаром или ливневым дождем. Ходили 11 сентября в лес за целебными кореньями, а также за ягодами, но только не красного цвета. Их засушивали и использовали во время приступов головной боли. В этот день устраивались репные праздники, во время которых все сидели за скромными столами с блюдами из репы и беседовали практически шепотом. Приглашали на репное торжество и нищих странников. Праздник Иван Пустный в народе считался переходным периодом. Крестьяне заканчивали работу в полях и начинали заготовку зимних соленей. В этот день открывались базары и торги, на которых продавали летний урожай. Среди соседей существовала традиция в этот день меняться овощами, ягодами и фруктами, уродившимися в этом году, чтобы следующий урожай был такой же хороший. Сейчас я вам расскажу о приметах на этот день. Но прежде я буду благодарна, если вы подпишитесь на канал, поставите лайк и оставите свой комментарий под этим видео. Итак, приметы на 11 сентября, в день Ивана Предтечи. Ранний снег предвещали журавли, летящие сегодня на юг. Если скворцы до Ивана Предтечи не улетели, это примета сухой осени. Полетели лебеди, значит скоро заснежит, если же летят гуси, значит задождит. Утром на Ивана Постного и не на траве означает, что скоро теплу конец. Если солнце 11 сентября, при заходе красное, это примета, что будет листопад. Если птицы звонко поют, то лето еще с осенью повоюют. Кто сегодня топор возьмет в руки, тот останется без руки. Считалось, что если сегодня поесть картошки, то она до зимы не долежит, испортится. Рожденного в этот день ребенка закутывали с головой, иначе, по приметам, всю жизнь будет болеть голова. Люди, родившиеся на Ивана Предтечу, скрытны и недоверчивы. Они обладатели высокого интеллекта, да редко им пользуются. Как правило, они верят в судьбу. В праздник Ивана Предтечи знахари проводили различные обряды, читали заговоры, часто направленные на избавление от головной боли, гнойных ран и кровотечений, а также от одиночества. Существовал сильный обряд от мигрени. Для этого рано утром 11 сентября, пока еще не встало солнце, нужно было надеть головной убор, купленный специально для данного ритуала, и ходить в нем целый день. А после захода солнца его снимали и говорили такие слова. «Иван Предтеча, тебя сегодня вспоминаю, голову тобою заклинаю». Чтобы не болела она, чтобы не мучила меня. «Пусть все недуги на ткань сойдут, а от меня навсегда уйдут. Аминь». Головной убор закапывали у сухого дерева и затем три раза читали «Отче наш». Девушки в этот день проводили ритуал, чтобы в их жизни появился любимый. Для этого девушка надевала самый лучший сарафан и рано утром в этот день шла в лес, где собирала бузину. Приносила ее домой и говорила такие слова. «Бузина, я одна, подари мне, парня. Пусть будет и некрасив, лишь бы меня любил, пусть будет небогат, лишь видеть меня был бы рад. Будем по жизни идти и хозяйство вести». Затем из бузины готовила настой и выпивала его перед сном. Считалось, что в сновидении, а затем и в жизни, обязательно появится любимый. 11 сентября, в день Иоанна Претечи, нужно не забывать о запрещающих приметах и обязательно помнить о том, что нельзя делать в этот великий церковный праздник. В этот день вспоминают о смерти Иоанна Крестителя, которому за его веру была отрублена голова и преподнесена соломея на блюде. Именно по этой причине 11 сентября ни в коем случае нельзя есть продукты круглой формы, напоминающие человеческую голову. Подавать еду на круглых тарелках, а также пользоваться ножами, вилками, ножницами, топорами и другими острыми предметами. В день Иоанна Претечи пищу надо брать строго руками, отламывая или откусывая от нее куски. Также в этот день нельзя употреблять в пищу любые красные продукты, напоминающие цвет крови, арбузы, помидоры, борщ, томатный сок. Не рекомендуется есть жирную пищу. В день Иоанна Претечи нужно соблюдать строгий пост, поэтому молочные, мясные и рыбные блюда тоже под запретом. Хозяйки в этот день не должны печь хлеб круглой формы, а также блины, лепешки и олади. Считается, что кто их съест, почувствует сильное головокружение или же вовсе потеряет сознание. Нельзя в этот день танцевать, шуметь и петь, поскольку это большой грех, за который нарушитель будет наказан болезнями, неприятностями и горестями. В день Иоанна Претечи можно лишь молиться и каяться. Не разрешается 11 сентября венчаться, играть свадьбы и крестить детей. Тот, кто ослушается запрета, навлечет на себя и свой род большую беду. В день памяти усекновения главы Иоанна Претечи нельзя деткам, не достигшим годика, мыть голову, иначе они еще не скоро заговорят. К тому же эти малыши не будут успевать в учебе, так как у них будет короткая память и плохая усидчивость. Не стоит сегодня незамужним девушкам доделывать материнскую работу. Например, домывать после мамы посуду, полы, делать уборку. Иначе весь год они просидят под маминым крылом в одиночестве и без любви. День 11 сентября Иоан Претечи как нельзя лучше подходил для серьезных гаданий, поскольку веселиться сегодня было нельзя. Поэтому гадали на чувство, на свадьбу, замужество и сколько лет суждено прожить семейной паре. В этот день гадают на замужество, чтобы узнать, когда девушка выйдет замуж. Для этого надо взять два ореха. Один орех означает гадающую, а второй – парня. Затем орехи бросают в воду и смотрят, что с ними происходит. Если орехи соединились вместе, значит очень скоро девушка выйдет замуж. Если они долго плавают, но после соединяются, это говорит о том, что могут возникнуть препятствия на пути к свадьбе, но в итоге она все же произойдет. Ну а если орехи разошлись в разные стороны, это означает разрыв отношений и, соответственно, свадьбы не будет. Многие женщины в этот день стремились узнать, как долго продлится их семейная жизнь. Для этого они брали семь шишек и говорили на них. Семь плодов взято, про семью рассказано. Затем женщина вставала в круг и бросала над собой эти шишки и смотрела, в какие стороны они полетели. Если больше шишек упало позади, значит брак будет долговечным и крепким. Если впереди, то брак будет коротким и разлад возникнет из-за измены. Если больше шишек упало слева, это означает, что будут жить недолго, но в любви. Если справа, то брак будет долгим, но назвать его счастливым нельзя. Люди, родившиеся на Ивана Предтечу, скрытны и недоверчивы. В течение своей жизни они нередко оказываются на распутье, когда нужно принимать судьбоносные решения. Такие решения могут сопровождаться настоящими драмами, после которых их жизнь переходит в кардинально новое русло. Это люди высокого интеллекта, но редко им пользуются. День Ангела сегодня отмечают мужчины с именами Иоанн, Иван и Ян. Женщины-именины в этот день не празднуют. Сон, увиденный в ночь на 11 сентября, продемонстрирует вам истинное положение вещей. Особенно стоит присмотреться к сновидениям, в которых показаны недавние события, произошедшие с вами. Скорее всего, вы сделали неверные выводы, и подсознание через сон пытается до вас достучаться. На сегодня у меня всё, и я буду с вами прощаться. Спасибо за внимание, всех вам благ, и до новых встреч на канале «Ты теперь знаешь». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!